Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и я ее ведущая Марина Вахрушева. Сегодня мы подготовили очередную подборку новостей из мира студенческого и мирового спорта. Смотрите до конца и не переключайтесь. Основным спортивным событием на этой неделе стали игры третьего тура чемпионата России по гандболу среди мужских команд первой лиги. Данный вид спорта сочетает в себе элементы футбола и баскетбола и приобретает с каждым годом все больше популярность среди молодежи. За выход в финальную стадию чемпионата России поролись две команды – Казанский Зеланд и гандбольный клуб «Уфимец» из города Уфа. Как проходила данная встреча и кто одержал долгожданную победу, смотрите в репортаже нашего корреспондента Василиса Дзюбы. 18 и 19 марта в Казанском центре настольного тенниса и бокса в рамках чемпионата России по гандболу встретились давние соперники – команда «Зеланд Казань» и «Уфимец Уфа». В первый соревновательный день победа была на стороне уфимской сборной, поэтому для выхода в следующий этап «Зеланту» потребовалось набрать отрыв 9 очков. И до 17-й минуты первого тайма это казалось невозможным. Игроки обеих команд шли на равных. «Уфимец» забивал гол, «Зеланд» его тут же отыгрывал. Но после того, как один из игроков принес казанской сборной 9-й мяч, ситуация изменилась. И несмотря на кратковременное удаление одного из игроков ГК «Зеланд», казанцы смогли создать преимущество в 4 мяча и закончить тайм со счетом 15-11 в пользу хозяев. Следом последовал 15-минутный перерыв, где стало очевидно, что гандбол способен объединить любителей спорта разных возрастов. А особенно интересно побегать по спортивной площадке и покидать мяч самым маленьким. В каждом маленьком ребенке и в мальчишке и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он сорвется, грах-бабах, и нет его. После такой разрядки, видя поддержку своих близких и земляков, казанская сборная собралась силами и ни разу не уступила противнику во втором тайме. На площадку вышли самые сильные игроки и набрать преимущество в 9 очков стало возможным. Итог встречи 33-24 в пользу Зеланта. Стали меньше ошибаться, вратари взяли свои, скажем, мячи и плюс собрались. Но нельзя сказать, что противник сыграл плохо. Лучшим гандболистом по итогу встречи стал представитель команды Уфимец Алексей Терновой. Он забил в ворота противника 12 мячей, а именно ровно половину от общего счета сборной. Да, я думаю, это не показатель. Больше доводили до меня, приходилось забивать, поэтому ничего страшного. Каждый мог забить столько, но в этом сегодня забил я. Остается пожелать нашей сборной удачи на следующих играх. Василиса Дюба, Марина Вагрушева, Неделя спорта. В очередном турнире по мини-футболу среди мужских команд первой группы спортакиады высших учебных заведений Республики Татарстан сборная команды КФУ одержала уверенную победу. На этот раз нашим соперником стали спортсмены из сборной Казанского энергетического университета. Как же удалось нашим футболистам обыграть противника, смотри подробнее в нашем следующем сюжете. 19 марта в спортивном комплексе «Бустан» состоялся третий тур соревнований по мини-футболу среди мужских команд спортакиады высших учебных заведений Республики Татарстан. На площадке встретились сборные команды КФУ и Казанского государственного энергетического университета. Несмотря на то, что первые в матче открыли счет футболисты КФУ, нерастерявшимся энергетикам не только удалось сравнять его, но и реализовав следом успешную подачу, вырваться вперед со счетом 1-2. Во втором тайме игроки сборной Казанского энергетического университета расслабились, не доводя атаки до завершения, что позволило Михаилу Сесеву за шесть минут до конца матча сравнять счет, а спустя минуту вывести КФУ вперед. Следом Константин Тросс увеличил преимущество федералов до двух мячей, а Алмаз из Басаров поставил точку в данном матче, сбив два заключительных гола в ворота соперника, не оставив ему шанса на победу. Ребята продемонстрировали слаженную игру и точность передачи паса, что безусловно отразилось на результате. Итоговый счет встречи 6-2. Марина Вахрушева, Василий Садзюба, Неделя спорта. У Казанского федерального университета после нашей программы остается еще два матча. Первый из них состоится 24 марта. А сборная КФУ встретится с Казанским авиационным институтом в Кае-Олимп. Начало матча в 15.00. А 28 марта сборная КФУ сыграет с Казанским государственным медицинским университетом. Встреча состоится в центре грибных видов спорта. Начало матча в 15.00. Приходи болеть за свою любимую команду. Ну а сейчас справляемся на просторы интернета и узнаем, чем же на этот раз нас удивят знаменитые спортсмены. Обзор социальных сетей от Артура Мухина прямо сейчас. Всем привет! Меня зовут Артур и это уже традиционная рубрика обзор социальных сетей спортсменов. На прошлой неделе была куча интересного в футболе, хоккее, баскетболе, Формуле-1 и даже биатлоне. Но обо всем по порядку. Поехали! Вы помните, как пресс-служба Монреали запустила в космос своего вратаря после его невероятного сейва? Так вот, на этой неделе такое же видео появилось в твиттере футбольного Galaxy. Однако на этот раз героем короткометражки стал игрок команды соперника. Не понравилось представителям клуба симуляция игрока Портленда. Вот и решили они таким образом проучить любителя понырять на футбольном поле. Другой футбольный клуб на этой неделе тоже боролся только не с симулянтами, а с собственными фанатами. Узнав о том, что один из них во время матча ногами взобрался на кресло домашнего стадиона, клуб нашел нарушителя и любезно предложил ему немножко убираться и протереть свое сидение. Свое и еще 9999 соседних. Это еще куда не шло. Спасибо, хоть что не весь стадион на 40 тысяч мест мыть не заставили, а еще раздевалки, туалеты и вот это вот все. Мы уже привыкли к тому, что самая интересная хоккейная движуха происходит только в НХЛ. Но на этой неделе миф наконец-то был развеян. В плей-офф чемпионата Норвегии, например, на неделе был сыгран самый долгий матч в истории хоккея. В 8 периодов, почти 220 минут игрового времени и под две сотни бросков по воротам. Чистое безумие. Автором спасительной шайбы стал Йоаким Йенсен, которому остались благодарны и зрители, и судьи, и, вероятно, даже соперники. Стоило ли это того? Конечно же да. Это ведь не только мировой рекорд, но и вот такие эмоции после матча. Я уже говорил вам о том, что в НБА очень специфичные фанаты. Так вот, их захватил какой-то новый мейнстрим. Присылать травмированным игрокам картофельно с пожеланиями выздоровления. На прошлой неделе такие получили Кевин Дюрант и Дирк Новицкий. Причем последний даже с собственным изображением. Оригинальные открытки, не спорю, и мне кажется, я знаю, кто за всем этим стоит. Живешь себе такая где-то в норвежском лесу, никого не трогаешь, наслаждаешься спокойной жизнью. А тут по соседству с тобой решают провести этап Кубка мира по биатлону. Лыжники бегают туда-сюда, стреляют периодически, еще и зрители орут. Я бы тоже истерически забегал на месте вот этой вот белки. Белка француженку напугала и, может быть, вследствие этого как раз промазала она два раза. Но не переживайте, со зверьком все в порядке, да и спортсменке удалось избежать падения. Но после столкновения с белкой на огневом рубеже та допустила сразу два промаха и лишилась места в лидирующей группе. Мартен Фуркат самый активный биатлонист в социальных сетях, а заодно и соотечественник Жустин Бреда, на которую было совершено нападение, не прошел мимо и оставил свой комментарий в Твиттере. Бреза Белка 1-0. Спасибо, дружище, что хоть в этот раз ты российских спортсменов ни в чем не обвиняешь. Русские самые страшные из белых. Да реально. Если вы никогда не смотрели Формулу-1 и вдруг решите включить гонку в сезоне 2017, будьте уверены, ваше внимание привлечет болид команды Форс Индия. Нет, дело не в скорости или пилоте, а в ее розовом цвете. Яркий и экстравагантный окрас достался машине от нового спонсора и тут же стал мемом в социальных сетях. Теперь главное, чтобы при выборе маскота владельцы команды остановили свой выбор на розовой пантере, а не на свиньке Пеппе. Артем Дзюба. Кто, блин, такой Артем Дзюба? Мы тоже испугались, обнаружив эту запись в инстаграм-сторис аккаунта NikeFootball. Неужели они решили объявить охоту на Артема за кучу бездарно упущенных моментов у ворот и отсутствия разнообразия в игре? А, нет, это просто реклама новых бутс компании. По ходу видео, кстати, появляется другой российский бомбардир Александр Кокорин. Я абсолютно уверен, что никогда раньше операторы Nike так не запаривались со съемкой новых промо-роликов. Подумайте сами, чтобы Кокорин удачно подал, а Дзюба удачно пробил, нужно минимум по полсотни попыток с каждой стороны. Стоять, давай, стоять, хорошенькую! Ой-ой-ой, возить! Помните фильм «Рокки 2», где в пятнадцатом раунде боя с Аполло Кридом герой ударом слева отправляет соперника в нокаут, но и сам падает вместе с ним? Если нет, то обязательно гляньте, а на затравочку вот вам похожий эпизод с недавнего турнира по ММА. Вообще, двойной нокаут или нокдаун достаточно редкое явление в мире единоборств, оттого реакция комментаторов на эпизод такая эмоциональная. Победу в итоге отдали бойцу, который первый поднялся с настила, а вот его соперник еще долго не мог прийти в себя. Кто первый встал, того и тапки, все как в жизни. Продолжаем тему боевых единоборств. На неделе было объявлено о том, что бой между сильнейшим боксером Флойдом Мэйвейзером и Панторезом Коннором Мангрегором все же состоится. А еще через пару дней американский боксер пожаловал в гости главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Совпадение? Не думаю. А этот Мэйвейзер не так глуп, как кажется. Вон, сразу понял, с кем надо налаживать контакты и где тренироваться, чтобы победить в предстоящем бою. На самом деле, Рамзан Ахматович пригласил боксера ознакомиться с условиями тренировочного процесса и посмотреть на выступления местных молодых спортсменов. Но то, как органично смотрелся за одним столом семьей Кадырова знаменитый американец, конечно, бесценно. Самый лучший боксер-чемпион. И наш Тимилан. Есть такая традиция в современном футболе давать какие-то обещания в стиле «Если Лестер выиграет чемпионат Англии, то я проведу эфир в одних трусах», «Привет, Гарри Ленинкер», или забивать с кем-то пари в Твиттере, а потом становиться объектом насмешек. Вот футболист Чичерита поспорил со своим другом-журналистом на исход финала Супербоула, а в итоге побрился на носа. Понятное дело, на слово ему никто бы не поверил, поэтому футболист и выложил видео в свой Инстаграм. Ну а у меня на этом на сегодня все. Не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на наши социальные сети. Вот Инстаграм нашей программы, а вот мой личный. С вами был Артур. До скорого! И на этом у нас все. Увидимся с вами на следующей неделе. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин